Старт Дан! В Канаше состоялось открытие сразу двух масштабных проектов. Именно здесь объявили о начале благотворительного марафона именем детства во имя детства. И собрали талантливых детей со всей республики. Ребята участвуют в международном фестивале «Танец маленьких утят». Встретиться с юными звездочками сюда приехал и автор популярных песен Юрий Энтин. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Они пока утят, но на пути к своей заветной мечте уже сделали шаг. Эти мальчишки и девчонки прошли по-настоящему серьезный отбор. Сначала у себя в школе, а потом и на республиканском фестивале. Теперь лучшие из лучших исполняют песни известного поэта Юрия Энтина. Перед концертом он лично провел мастер-классы для юных артистов. Мэтр, на стихах которого выросло не одно поколение, говорит, что этих ребят и действительно ждет большое будущее. Песни, которые я сам никогда в жизни не слышал, я сегодня их услышу. 25 новых песен. И я это отдал именно чувашским детям, потому что я их считаю лучшим аномальным явлением нашей страны, аномальным в положительном смысле этого слова. Потому что в других регионах это бывает случайность, а здесь это закономерность. Сейчас известный поэт переводит на русский язык 100 лучших песен народов мира. Популярные в других странах хиты впервые прозвучат на великом и могучем. В Канаше презентовали первый том этого сборника. Выступил на концерте и сам Юрий Энтин. Слова этой песни знакомы каждому. Поэту подпевал весь зал. Премьера полного альбома лучших песен народов мира состоится уже летом на финальном этапе международного фестиваля. Участие в нем примут дети из разных регионов и стран. Готовиться к этому концерту многие начинают задолго. Чтобы сюда попасть нужно было очень много готовиться. Лично я пела, репетировала песню каждый день. Потом приезжала в Кана, чтобы спеться с дуэтом нон-стоп. Подобные проекты помогают Юрию Энтину раскрывать новые имена. В прошлом году мэтра покорила и юная певица из комсомольского района Ксения Гришина. После выступления на престижном фестивале Чунга-Чанга девочки даже доверили исполнить главную роль в новом музыкальном спектакле «Легенда о русалочке». Его премьера состоится очень скоро. Я занимаюсь музыкой уже с 9 лет. Это получается 5 лет уже. Я думаю, этот фестиваль мне поможет стать оперной певицей. Стать оперной певицей – это моя мечта. Но для поддержки одаренных ребят и тех, кто просто нуждается в помощи взрослых, в Чувашии проводят благотворительные марафоны. Акция именем «Детство во имя детства» в республике стала уже традиционной. Наша республика не обладает большими запасами газа и нефти. У нас их нет, к сожалению, а может к счастью. Но у нас есть наш родной народ Чувашии. Я всех призываю помочь и поддержать. И, Михаил Васильевич, с вашего разрешения даю команду Чувашия вперед. Количество участников благотворительного марафона увеличивается с каждым разом. Только в прошлом году на призыв организаторов отозвались порядка двух тысяч предприятий и организаций. Все вместе могло собрать более 9 миллионов рублей. Побьют ли меценаты этот рекорд и во время нынешнего марафона станет известно уже летом. Деньги из копилки направляют для покупки медицинских препаратов, тренажеров, игрушек и даже на строительство детских площадок. Каждый год часть заработной платы на расчетный счет марафона перечисляют и местные власти. Свой вклад уже успел сделать и глава республики. Те средства, которые вкладываются в благотворительные цели, они всегда окупаются. Благословление Всевышнего всегда будет. От мира, согласия, от этого благословения всегда хорошие, добрые дела творятся. Дмитрий Ковалев, Александр Петров, Республика.